всем привет снова вот эта футболка снова джимми хендрикс рядом со мной но не могу никак закончить эту историю не закончу никогда я думаю пока я жив потому что музыка хендрикса звучит в моей квартире очень часто надеюсь что и у вашей тоже а может быть и не звучит но когда нибудь звучит electric lady land я уже показывал эту пластинку уже про нее в двух словах буквально что такое говорил но что мне хочется сказать в разных источниках которые есть в интернете пишут разные обозреватели и знатоки музыки хендрикса пишут о том что это был последний альбом группы джимми хендрикс experience после чего группа была распущена это никакая неправда потому что группа еще играла почти что целый год вместе нойл рейдинг митч митчелл и джимми хендрикс нойл рейдинг как я уже говорил и вы все знаете никогда не был бас-гитаристом он был гитаристом очень хорошим при этом автором композитором поэтом и писал песни которые джимми хендриксу не нравились мне тоже кстати говоря не не нравится я не равняю себя ни в коем случае с джимми хендриксом но эл рейдинг в процессе записи уже этого альбома организовал группу под названием fat matters или fat matters я не помню уже даже у меня была пластинка но она не произвела на меня впечатление большого поэтому я куда-то то ли поменял на что-то то ли продам не помню но такой плотный и легкий в то же время рок но эл рейдинг там пел играл на гитаре сочинял в общем все хорошо то что она на меня не призвала впечатление это ничего не значит на самом деле две пластинки по моему и есть у этой группы и я их советую послушать они интересны просто мне не вся музыка мира нравится это опять таки повторюсь ничего не значит но эл рейдинг играл примерно в половине песен на electric lady land на бас-гитаре остальную половину озвучивал басом сам джимми хендрикс и неплохо это получалось у него на самом деле но стиль рейдинга басовый мне очень интересен потому что он он как я уже говорил играл на вас гитаре как на гитаре играл очень много играл практически все время солирующие партии но не басовые опять-таки и вместе получалось это все довольно здорово как мне кажется ну а мич митчелл джазовый барабанщик здесь уже распрягся в полный рост если уже на эксис болт азлав у него есть куски соло такие если не в стиле боди рича ну такие чисто джазовые то здесь особенно в песне 1983 он дал такое соло джазовое что мама не горюй очень хороший барабанщик и вот этот вот джазовый стиль в музыке с музыкой хендрикса ввязался чудесным образом совершенно и именно вот этот состав музыкантов создавал в том числе вот это неповторимое звучание которое зафиксировано на первых трех студийных альбомах но ведь были еще и концерты постоянные концерты постоянная работа с публикой был фестиваль в антрея который произошел перед записью пластинки эксис болт азлав знаменитый концерт на котором хендрикс сжег свою гитару публично на сцене чем вызвал небывалый фурор просто ажиотаж среди публики и это была роковая конечно такая акция потому что после этого публика требовала сжигание гитары игры зубами прыжков диких поз и всего вот этого шоу джимми хендрикса и хендрик стал ассоциироваться с таким безумным парнем который разламывает гитары сжигает их фая до играет зубами играет там за головой ну то есть занимается тем чем занимаются сейчас все клубные гитаристы которые хотят снять женщину снять девушку среди публики вот это вот самое они все любят вот эти дела хендрикс от этого очень сильно расстраивалась потому что он хотел играть музыку от него требовали фая вот этот самый это ему надоедало сильно концерт у него были по качеству разные потому что он довольно много электроники использовал всяческих примочек в отличие от других музыкантов не всегда все это хорошо работало а поскольку он был перфекционистом он запрещал выпускать концертные записи своих выступлений записи своих концертных выступлений как-то я косноязычен сегодня и мы имеем единственный концертный альбом который вышел официально с разрешения джимми хендрикса прекрасная пластинка band of gypsies я не говорю а об остальных концертных альбомах которых масса сейчас на выходила они все вышли уже после смерти вот эта пластинка имеет довольно интересную историю своеобразную потому что после того как группа была распущена все-таки вот этот джимми хендрикс experience это случилось в 1969 году после концерта очередного в денвере группу хендрикс распустил и стал заниматься новым материалом сочинять придумывать писать творить сначала он жил под нью-йорком где-то в каком-то местечке где и начал уже работу над новым материалом потом перебрался в нью-йорк и работал с другими музыкантами басиста я не помню фамилии как который играл тогда с хендриксом ха 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 а на ударных играл body miles старый знакомый джимми хендрикса body miles прекрасный черный музыкант который играл в группе electric flag и играл в группе body miles express одна пластинка у меня есть body miles express она где-то в завалах у меня лежит я ее как-нибудь найду покажу и мы поговорим об этой группе потом джимми хендрикс заменил басиста в очередной раз и пришел его армейский товарищ билли какс образовалась группа под названием band of gypsies цыганский ансамбль одной из причин образование этой группы было то что еще в 1965 году хендрикс заключил с одной рекорд компании контракт очень неудачный ну на тот момент времени он был удачным потому что ему нужно было выпускать свои работу контракт по моему на 1 доллар что-то такое ну типа типа я запишу пластинку а вы ее выпустите можно так сказать ладно запишем никого не известно никому не известного музыканта и так далее потом там сложные контрактные истории были у хендрикса был контракт уже с другой компания track records специально созданный под выпуск альбома первого альбома джимми хендрикса и дальше уже пошло дело но контракт вот этот с той компании продолжал висеть и связывать джимми хендрикса по рукам и ногам потом по моему 68 году через суды через работу адвокатов контракт был не то чтобы расторгнут расторгнут но перекинут по моему на капитал и для капитал джимми хендрикс должен был сделать альбом альбом он делать не хотел хотя в период 68 по конец 69 года у него было очень много музыки уже записано вся эта музыка уже вышла после смерти и они мы тоже потом поговорим и он решил записать концертный альбом и вот этим самым составом из бадди майлс и мобили как сам они сделали эту прекрасную концертную запись очень чистую очень здорово сыгранную и звучащую практически как студийная пластинка отличается от всех остальных изданных концертов джимми хендрикса именно своим качеством и качеством звука качеством игры и и всем что положено но это что это такое это нарезка из четырех концертов которые джимми хендрикс и band of gypsy сыграли в нью-йорке в новогодние праздники 31 декабря 69 года и 1 января 70 года по два концерта в день были четыре сета из этих четырех сетов выбрана раз два три 4 5 шесть песен всего шесть песен вот здесь на band of gypsies но надо сказать что все эти четыре выступления тоже изданы и на компакт-дисках они у меня были на виниле я их не видел ни разу на компакт-дисках они есть их можно найти четыре концерта band of gypsies в полном объеме что называется прекрасная пластинка все любители джимми хендрикса конечно ее знают наизусть но она не произвела то есть не она а концерт концерты сами не произвели такого впечатления на публику какой производили раньше потому что джимми хендрикс стоял и играл на гитаре ничего не сжигал ничего не ломал не прыгал не бегал не задирал голову не играл за головой а вот как вот здесь вот на этой фотографии он изображен он так и стоял все эти четыре сессии была одна цель качественно сыграть и материал записать на передвижную студию происходила запись все это было сделано но музыка уже совершенно другая не такая как первый альбом не такая как иксис был таз лав не такая как electric лазиланд абсолютно другое звучание body miles это фанковый человек на тысячу процентов при этом еще поющий барабанщик билли какс такой же фанковый басист и здесь тяжеленный фанковый извините за выражение грув который прет катит медленными волнами тяжелыми плотными заполняя все пространство и очень и очень конкретная игра в отличие от джаза джазовых вот этих поливов митча митчелла от свободного бас-гитаризма нойла рейдинга здесь все четко хотя элемент импровизации в полный рост присутствует например в песню we gotta live together последний на этом альбоме последний на второй стороне там такой настоящий общий джем с вокалами с со свободными барабанами со свободным басом ну и естественно с джимми хендриксом что я имею ввиду под импровизации именно групповая импровизация то есть такой полный хэппининг все остальное это тоже музыка и провести с импровизированная хендриксом на заданную тему то есть написано конкретные песни и для не длиннючие длиннейшие прекрасные чистые вылизанные просто до нотки гитарное соло хендрикса но с импровизированные чистейшая импровизация это очень здорово это большое мастерство ничего лишнего но при этом всего очень много адское использование примочек он здесь использовал помимо там юнивайба и фуза и чего-то еще использовал еще октавер зачаточный и песня who knows который открывает альбом она заканчивается как раз вот этим вот октавером когда гитара уходит вниз по звучанию так такие адские ноты какие-то я не знаю какой-то doom metal такой можно сейчас сказать уже просто какой-то бурзум просто начинается но сыграно все блестяще и все это фанки в тяжелом фанки таком тяжелым тяжелым раскатистом мощном фанки когда ритм-секция играет фанковые фанковую основу такую а сверху ну можно сказать хард-роковые или около блюзовые гитарные рифы гитарная слова с куча обработок с плывущим вот этим звуком который сначала плывущий круглый такой потом становится резким таким как пила к джим переключает датчики переключает обработки все это превращается в такую бормашину у него потом опять в круглый тягучий такой звук и быстро и медленно и все это плывет машин ган знаменитая полотно 10 минут на на первой стороне против войны во вьетнаме как вы знаете написано изображение пулеметных очередей боди майлзом и разрывающая душу гитара джимми хендрикса а в песнях у ноус здесь боди майлз оттянулся уже на вокале после того как хендрик сыграл около шести минут соло боди майлз голосом так стал это соло повторять и повторял очень успешно повторил точнее очень успешно очень здорово очень весело и очень неожиданно потому что он спел практически половину из того что хендрик сыграл на гитаре а вторая сторона пластинки она уже не уже а еще более фанковая тут здесь две песни боди майлз который обработал хендрикс и две песни хендрикса и все это уже в такой легкий раскатистый фанк но группа просуществовала всего вот эти четыре концерта после чего она в очередной раз распалась и вышло еще несколько концертных альбомов хендрикса состав уже вернулся митч митчелл со своими джазовыми барабанами и остался барабанщик билли какс об этих пластинках мы поговорим в следующий раз наверное потому что пришло время выпить за шикарный альбом band of gypsies пока